Хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. Мы используем метод обратного инженеринга. Вездеход Шерп. Мы на этот вездеход производим на нашем литейном производстве несколько деталей. Живой уголок Турбоком. Несколько предприятий пытались повторить этот опыт, пока у них не получилось. Изготовление таких деталей считается, можно сказать, высшим пилотажем. Вот так рождаются мелкие турбины. Ну и большие тоже. Друзья, всем привет. Многие знают, что в Украине есть целая куча разнообразных заводов, в том числе и автомобильных. Сегодня мы поговорим об одном из заводов, который, назовем его околоавтомобильным, потому что они делают некоторые узлы для автомобиля, в том числе и сложные. Интересное видео это будет тем, что этот завод, он был поднят с руин. То есть до того, как там был завод, там от предыдущего завода остались, ну скажем так, одни стены. И вот во что это превратилось, любовь людей к своей работе, в то, что было тогда и то, что стало сейчас. Ну мне, побывав на этой территории, а находится этот завод в городе Мелитополь, я остался неравнодушным. Мне было настолько интересно, что я ходил так, открыв рот, вау, у нас в Украине есть столько всего. А раз было интересно мне, значит будет интересно и тысячам других зрителей. Вчера прозвонили 9 гостиниц, и... А это вообще возле дороги стояло. Это и не было в интернете, это и не было в букинге. Одна была где-то там возле вокзала, но местные нам сказали, пацаны, не надо вам там останавливаться, потому что самое мрачное место в городе. Тем более оставлять машину без присмотра. А вот это вот, ну вроде бы, я, кстати, еще не выходил, не смотрел, что там с машиной. Но это вроде бы, ну такая, не мрачная, но и нефещенебельная. Выспались и хорошо. Здравствуйте, мы находимся на территории города Мелитополь, группа компании Турбоком. Сегодня мы хотим провести экскурсию по нашим предприятиям. То есть это сеть промышленных территорий, где покажем весь процесс производства турбокомпрессора. Начиная от литейного производства, у нас собственная литейка, заканчивая готовым продуктом, турбиной. Начнем с наших литеек, называются они Экопромлит и Мелт. Первая литейка сокращенно Apple. В принципе, с сегодняшнего дня вы можете говорить, что вы были на экскурсии на заводе Apple. Почему Apple? Потому что у нас экологически чистое литейное производство чугуна и стали. Если грубо говорить, то турбина состоит из алюминиевой и чугунной части. И вот начиная от литейного производства, мы взяли все в свои руки. И все детали турбокомпрессора в составе группы компании Турбоком мы производим сами. Есть перечень такой вот аспектов. Хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. Более детально тоже остановимся. То есть мы в рамках развития компании постепенно пришли к собственным литейкам. И так вот постепенно, постепенно мы пришли к полному циклу. И на данный момент все детали турбокомпрессора, а их в каждой из турбин их 48, мы делаем на собственных мощностях. В этом году группе компании Турбоком 20 лет. Начиналась история с ремонта для сторонних организаций. То есть не было нашего производства. С 2008 уже началось собственное производство. С начала узлов. И постепенно, постепенно мы пришли к полному циклу. Это именно литейное производство. Когда мы поняли, что нам нужно открывать свою литейку, мы нашли эту территорию. И была вот такая вот коробка. Внутри здания росли деревья. Силами Константина Петровича, который возглавил операцию по реконструкции этого здания и превращения в полноценный завод, за полтора примерно года мы отстроили здесь свои литейки. Для нас очень пиковыми становились кризисные годы в целом в экономике Украины. И когда многие думали закрываться или не закрываться, наши руководители, то есть собственники этого бизнеса, наоборот, вкладывали деньги и думали над какими-то антикризисными решениями. И вот 2014 год, если посмотреть, это открытие первого литейного нашего производства по алюминию. В 2018 году, когда тоже нелегкие времена, то есть многие думали реально закрыться, не закрыться. Мы открыли вторую нашу литейку и мы только усиливались благодаря вот таким вот антикризисным решениям. Можете ознакомиться с образцами нашего литейного производства. Фанат Динамо Киев, поэтому вот презентруем вам в первую очередь этот. Друзья, Александр мне реально хотел подарить вот этот здоровенный канализационный люк с надписью Динамо Киева. Но я не футбольный фанат. Кстати, о надписях. Там можно написать все, что угодно. Любые слова, логотипы, портреты зверюшек, не знаю, любимые супруги, что угодно. Ну, по поводу матерных слов это не точно, надо у них спросить. И хотя, я думаю, что могут изготовить в рамках того, что это канализационный люк будет лежать, допустим, на территории какого-то частного дома. И хочется написать вам слово из трех букв, как пишут на заборах, например, МИР. Так вот, это можно легко сделать. И сделать они могут вообще любую штуку, которая размером метр сорок на девяностой высотой метр двадцать. Ну, приблизительно таких габаритов ящик, в котором они все это дело изготавливают. И если этот ящик будет не более таких размеров, хотя я думаю, что они могут сделать еще больше. Важно то, что они могут сделать не партию сто там или двести штук, как это делают другие. Я когда-то хотел сделать одну запчастелю, но куда бы я ни стучался, во все двери везде закрыто. Мы делаем партию от ста штук. Мне надо что? Мне надо одна. Так вот, эти парни делают вот такие здоровенные детали в количестве от одной штуки. Понятное дело, что это будет слегка дороже, нежели себестоимость одной штуки имеется в виду. Разработка себестоимости одной штуки дороже, нежели, допустим, разработка себестоимость выпуск партии и конечная продажа на выходе ста штук. Да, она будет дешевле, но не вкратно, не в разы. Короче, парни это умеют. И да, мне за это денег не платили. То есть это жест доброй воли, это слова о парнях, которые с пепла, с говна и палок сделали такое заводище. Ну тогда это было говно палки, потому что я не представляю, как они вообще это все выстраивали, как они это делали. Но прошло 20 лет и имеем вот такую огроменную здоровую территорию. Друзья, на процессе монтажа я понял одну неточность. И неточность это заключается в том, что мы упустили хронологию событий. Хронология заключается в следующем. Так вот, как компании они стартанули в 2001 году. С 2001 до 2008 они ремонтировали турбины. С 2008 они открывают свое производство, но чужими комплектующими. То есть они делали запчасти другими руками других предприятий. В 2014 году они сделали свой первый литейный цех, который был алюминиевый. А в 2018 году они закончили стройку большого чугунного литейного производства, который стартанули в 2016, закончили в 2018. Так вот, к чему я это рассказываю? Вот эта вся компания, да, она развивалась более 20 лет, но как предприятие, они максимально начали работать только с 2018 года. Кроме производства турбин, у нас наши литейные производства работают и для сторонних организаций. Мы производим литье для многих сфер деятельности. То есть это машиностроение, железная дорога, строительство, это трубопроводная арматура. У нас из многих стран есть наши клиенты, то есть Польша, Турция, Германия. Мы работаем, на самом деле мы радуемся тому, что наконец-то украинское производство становится интересно Европе. За 20 лет мы доросли до завода полного цикла производства турбокомпрессоров. А также это больше, чем производство турбокомпрессоров. У нас есть собственные литейные производства, сеть сервисных центров. У нас есть представительство в шести странах мира. Экспортируем мы свою продукцию в 30 стран мира. Вот группа компаний Турбоком. На данный момент показатель производства 45 тысяч турбокомпрессоров в год. И все эти турбокомпрессоры производятся здесь, в Мелитополе, без участия каких-то сторонних организаций, каких-то иностранных партнеров. То есть это made in Ukraine, вот в чистом виде. На данный момент у нас более 120 моделей турбокомпрессоров на различные виды техники. Это грузовой транспорт, это автомобили, пассажирские, это спецтехника, это сельхозтехника, то есть тракторы, комбайны. Это в основном отечественная история, то есть МАЗы, ГАЗы, КАМАЗы. Касательно ремонта турбокомпрессоров, мы производим ремонты для всех видов техники, то есть Audi, Skoda, Foles, это все, John Deere, классы. То есть и как фермеру, так и владельцу автомобильного транспорта мы поможем. 10 тысяч ремонтов мы производим в год. На данный момент у нас есть собственная сеть сервисных центров. И это уникальная история. Мы отработали механизм того, как должен выглядеть идеальный ремонт турбины, и начали это продавать в качестве франшизы, в качестве бизнес-проекта. Любой бизнесмен из любого города может к нам присоединиться и по нашим требованиям может производить качественный заводской ремонт турбины. То есть это определенные правила в смысле перечня оборудования, в самом формате ремонта, как он должен производиться, чтобы это соответствовало нашему видению и нашему показателю, что есть заводской ремонт турбин. Продолжение следует... Такие сервисные центры в Украине у нас находятся в Харькове, Чернигове, Мелитополе и Запорожье. В процессе развития у нас появились также собственные литейные производства, то есть все чугунные детали турбокомпрессора мы производим благодаря нашему предприятию. Называется оно «Экопромлит». Это экологически чистое производство чугунных и стальных отливок. И вот все чугунные детали турбины мы производим самостоятельно, благодаря нашему литейному производству. Также там мы производим и для сторонних организаций отливки. Вот пример вы увидите. Я думаю, ваши подписчики знают, что такое вездеход «Шерп». Мы на этот вездеход производим на нашем литейном производстве несколько деталей. Это пример тормозного барабана в пенополистироле, то есть это особенности технологии. Потом этот пенополистирол становится уже чугуном, сталью. И на самом деле мы очень хорошую историю помогли развить компании «Шерп». То есть до нас, те люди, которые им производили эти тормозные барабаны, там был довольно высокий процент брака, около 70. Сейчас это 2-3 процента. То есть и наша технология, и само качество литья позволило им полностью забыть об этой проблеме. Это касательно чугунной истории. На нашей алюминиевой литейной компании, которая называется «Мелт», мы производим как под наш турбокомпрессор алюминиевые детали, крышки, то есть крыльчатки, много под нашу турбину. Также и для сторонних организаций, в том числе и для компании «Шерп», мы делаем бедлок колеса алюминиевый. То есть это литье из алюминия цветных сплавов. В рамках нашей группы компаний, там где все начиналось с ремонта турбин, мы постепенно пришли к полному циклу, а также собственным литейкам, которые частично еще и работают для сторонних организаций. Отдельно хочу отметить еще наше сотрудничество с холдингом «Метинвест», то есть в карьерах, которые добывают полезные ископаемые, работает техника, на которой установлены наши турбины. Мы гордимся таким сотрудничеством, и мы гордимся всеми нашими партнерами. То есть эта история классная. У нас на самом деле за годы нашей работы мы посчитали у нас более 700 тысяч довольных клиентов. То есть это вот если собрать всех наших, кто обращался за ремонтом, по покупке нового турбокомпрессора. Важно отметить, что как на турбокомпрессор нашего производства, на отечественную технику, так и на каждый отремонтированный. В рамках сервисных центров мы даем один год гарантии. Это заводской стандарт. То есть есть паспорт, есть контроль качества. Это обязательная история. Это вы все увидите сегодня вживую. Единственная деталь, которую мы закупаем, это на заводе Мотор Сич. Это вот это жаропрочное колесо турбины. В принципе, нас удовлетворяет их качество. Они делают для себя и делают для нас как сторонней организации. Все остальные детали турбокомпрессора, это изготавливается группой компаний Турбоком. Отдельно остановлюсь на колесе компрессора. Это высший уровень литья. Это признали все наши компаньоны из разных стран. И из Турции, и из Германии, и из Польши. Это уникальный метод литья. Его нет в Европе, его нет в Китае. Может быть, в США есть, мы не знаем, не мониторили. Здесь применен принцип литья ювелирных изделий. И мы его использовали в нашем производстве. Несколько предприятий пытались повторить этот опыт, пока у них не получилось. К нам приезжали несколько лет назад. Представители одной из фирмы предлагали нам свои услуги по литью. И я где-то с час водил их технолога по заводам. И он пытался угадать, каким образом мы льем это колесо. Он мне выдал около 20 вариантов литья. В принципе, колеса, каким можно. И он не угадал. Я очень много узнал, каким способом еще льют. Но он не угадал. И вот у нас получается, мы делаем от 2 сантиметров до полуметра эти колеса. И мы обязательно вам все это покажем. Наш конструкторский отдел. Здесь разрабатываются новые. Винты вы тоже делаете? Да. Для катеров. Это фирма, которая изготавливает катера. То есть не турбиной, юдиной и алюминиевое чугунное литейное производство. Он у нас работает и для сторонних организаций, различные сферы деятельности. То есть огромное количество различных отливок для машиностроения, для металлургии, для железной дороги. Это образцы, по ним мы работаем. То есть мы в состоянии это сделать. Я как-то был в Таллине и видел, как на металлолом привезли винт распилить, потому что его нельзя было утилизировать. Там хрень метров, наверное, 8 в диаметре. Ну это корабль, вы что такое? И вот эти вот паромы, вот тогда меня впечатлили объемы. Но здесь тоже, то есть то, что у нас в Украине такое делается, для меня... Друзья, я считаю, что в этот день нам неслыханно повезло. Почему так? Блин, да потому что мы ехали туда снимать видео про ремонт турбина. Нам тут показали столько всего. И я восхищаюсь, честно говоря. Не то, чтобы там превозношу парней, которые вот сделали из говна и палок. Вернее, из руин подняли. Да, я говорил уже, что подняли из руин. Да, я говорил, что это было давно. Но опять-таки, давайте окунемся. 20 лет назад, 21 год. А уже 22 года, потому что это видео снималось-то полгода назад. И я думал, что я остыну, а я нифига не остыл. Ну как, я приостыл, у меня нету вот таких вот горящих глаз, но у меня есть все те же эмоции. Радость за парней, которые вот горели этим тогда и горят этим сейчас. Так вот, 20 лет назад стартануть с предприятием было намного сложнее, нежели сделать это сейчас. Почему? Да все очень просто. В стране тотальная коррупция. Блин, всяких инстанций, которые там, санэпидемстанции, пожарники, менты, налоговая и прочая хрень присасываются, как пиявки, вытягивают все соки с предпринимателей. Это было очень тяжело. Почему? Да потому что я сам стартанул в 99 году и всю эту хрень я переживал. И вот да, я видел и мелкие предприятия, как развиваются, и крупные, но видео не об этом. Эмоции слегка зашкаливают. Прошло полгода, я не успокоился. Поэтому вот история того, как мы были, то, как нас принимали, то, чего парни достигли. Молодцы! Я рад за них, за то, что в Украине есть такие энтузиасты. Модель из полистирола ставится в опуху. То есть, такой литейный ящик. Засыпается песком, включается вакуум и заливается расплавленный чугун. Чугун выжигает модель, приобретает ее форму. Получается высокоточное литье. Сама модель может состоять из нескольких частей. Двух, пяти, двенадцати. Сейчас мы посмотрим, как делаются части моделей. Хочу обратить внимание на такой простой факт, что парни вообще не скрывают каких-то тонкостей, нюансов в производстве своих запчастей. Некоторые, допустим, ссылаются на то, что у нас коммерческая тайна. Мы вам этого не покажем. Это наши секреты. Здесь парни тоже говорят, да, это наши секреты. Но они показывают, как это они сделали. Интересно. Мне стало интересно. Наверняка это дело запатентовано. Наверняка этим вряд ли можно пользоваться. Но донести до людей процесс, то, как они это изготавливают и показать, почему будет минимальное количество брака. Ну вот здесь вот они большие молодцы. Пененный полистирол. Вот такие вот гранулки. Они засыпаются в бункер. И с помощью сжатого воздуха нагнетается в форму. Форма запекается в автоклаве при 120-130 градусах. Мы получаем часть модели. То есть модель, в зависимости от сложности, она может состоять из нескольких частей. Дальше идет процесс склейки. Одна заливка дает сразу много деталей. Мы можем там 10-20 деталей. Но это простые мелкие детали. А сложные детали, они состоят из нескольких частей. 2, 5, 12 частей. То есть вот это то, что мы видели. Да, это то, что идет на вездеход. И она состоит из двух частей. Вот вы видите стык. Средний корпус турбокомпрессора нашей торговой марки Турбоком. Сама технология вплоть до мелких каких-то названий позволяет наносить. И в чем плюс самой технологии Lost Foam? Минимальная обработка потом требуется на станках. То есть вы видите, да, сама особенность конструкции турбокомпрессора, да, это сложность, то есть внутри ее никак не обработать. И поэтому сама технология, вот она позволяет нам делать идеальную геометрию вот в нужном размере. Вот так рождаются мелкие турбины. Ну и большие тоже. У нас и большая часть коллектива, особенно вот на Литейке, это женская история. У нас много девушек работают. Девящие коллективы. Практически девящие коллективы. У нас модельный участок, мы шутим, что там работают модели, поэтому он так и нас. Обратите внимание на цвет склейки. Вот видите, он разный. Для чего это делается? Для того, чтобы понимать, кто клеил. Потому что больше 90% качества, это именно на вот этих этапах. На склейки и покраски. Друзья, вы вообще реально представляете, как можно элементарно снизить огромное количество брака простым решением. Просто для каждой девчонки, для каждой женщины есть свой цвет клея, которым они клеят вот эти вот запчасти. И по этому цвету потом в процессе можно понять, кто же изготовил вот эту запчасть, которая впоследствии стала браком. Так вот, после таких элементарных действий, косячить стало вообще невыгодно. Девчонки 12 раз подумают, а нужно ли вот эту запчасть отправлять дальше в брак, нежели потом им принесут и скажут, вот дорогая наша Клава, вот ты нам сделала вот такую штуку, она склеена криво. Мы ее собрали, мы ее залили, ты виновата. И естественно, есть какие-то там меры воздействия, возможно, какие-то платные напоминания или штрафные санкции, кто как хочет, тот так называет. Но брака минимальное количество после вот таких простых действий. Очень важно правильно покрасить детали. Они покрываются несколькими слоями специальной газопроницаемой на водной основе. Для чего? Краска создает порху и чугун не разливается. Четко становится по форме нашей неотканки. Да, выжигается модель, а чугун не разливается по песку, и песок не попадает при этом в чугун. Вот методом окунания красятся модели и сужатся при 40 градусах. В таких шкафах, вот этот шкаф, это тоже такой же. При этом они склеиваются в так называемые литейные кусты. То есть куст состоит из стержня и уже наживленных на них будущих отливок. То есть чугун заливается вот сюда, получаем одновременно несколько деталей. И он дальше распространяется, уже разливается. Друзья, это мы были в цехе, где готовят чугунные запчасти или стальные запчасти. Ну, о том, как разливаются чугун, это завораживающее зрелище, брызгающая лава. Ну, лава, горячий металл. Об этом немножко позже. Сейчас мы идем в цех, где делают алюминиевые части. Ну, или же, правильно сказать, заготовки. Потому что частями они также становятся несколько позже. Вот эта вот форма, в нее заливается расплавленный алюминий. То есть вот оттуда вот соначало идет? Значит, в двух словах о технологии. То есть эта технология, она пришла из художественного литья. Чаще используется в производстве художественных изделий. То есть какие-то скульптуры, какие-то художественные композиции. В данном случае эта технология оправдана ввиду очень высокой сложности детали. Смотрите, в чем сложность вот этой детали? Сложность в том, что кривизна поверхности лопатки, в данном случае это колесо трубокомпрессора, кривизна находится в двух плоскостях. То есть она изогнута и вот так, и подвернут край лопатки в эту сторону. То есть, если мы сделаем форму из металлических сегментов, то она не будет раскрываться. Здесь есть обратные уклоны, ну, для технорей это понятно. Вот, чтобы вы понимали, в плане литейного производства, изготовление таких деталей, это считается, ну, можно сказать, высшим пилотажем. То есть это повышенного уровня сложности. Мы разработали технологический процесс, который у нас на предприятии находится в единственном экземпляре. То есть это мы сами родили этот техпроцесс, мы его опробовали, разработали оборудование и внедрили. Что это дает? Это дает снижение себестоимости продукции на 25% при сохранении качества. По сравнению с теми же Китая? Я был в Белоруссии на БЗА, это Белорусский завод агрегатов, который делает турбокомпрессоры для КАМАЗа, на сборку поставляет. И могу с уверенностью сказать, что вот этот техпроцесс, который мы разработали, он находится у нас в единственном экземпляре, в единственном варианте у нас в Мелитополе, потому что это рождено здесь вот с помощью, так сказать, интеллекта наших специалистов. Грубо говоря, правильно ли я понял, вот эта вот форма нужна для того, чтобы изготовить вот эту гипсовую форму, а после... Значит, чтобы изготовить вот эту форму, нужно взять модель и залить. Но потом, после, нужно же ее вытащить. Да, мы используем метод обратного инженеринга. Нечто похожее на 3D-печать. В компьютерной среде создаем трехмерную модель, которая в точности соответствует оригиналу. И для этого используются методы оптического сканирования. А потом из резины делаются гипсовые модели, и потом уже непосредственно сама гипсовая модель, в нее заливается алюминий. Вот мы сейчас посмотрим. Для производства колес разработан заливочный вакуумный стол, на котором устанавливаются просушенные, подготовленные формы, и с использованием вакуума производится заливка металла. Вот она, эта деталь. Скорость ее вращения до 250 тысяч оборотов. Внутри она уже не обрабатывается, только по торцам. Поэтому, насколько нужно иметь точное литье. Очень важное подразделение группы компаний литейного производства – это лаборатория. Весь входящий металл в виде сырья, он у нас проверяется на спектрографе. И в конце плавки, в конце каждой плавки, плавильщик приносит образец, и мы проверяем состав расплава, состав металла. Я не знаю, сколько стоит это оборудование, но я точно понимаю, что вложиться в такое оборудование – это намного дешевле, нежели, например, в охватывать рекламации потом. Я сейчас поясню. То есть, гораздо проще выявить состав материала вот этой алюминиевой крыльчатки на этапе, когда она только изготовлена, нежели на том этапе, когда она уже полностью собрана, отцентрована, отправлена в какую-то другую страну, установлена на какой-то автомобиль или же там спецтехнику или трактор – не важно. И вот там понять, что вот эта штука рассыпалась из-за несоответствия того металла – вот это, наверное, процесс намного дороже, особенно когда вот таких вот штук они производят за смену. Ну, пусть там 500 штук. И вот отхватить рекламацию на 500 турбин – да это охренеть можно какие деньги. Поэтому очень целесообразно купить вот такой вот спектрометр, по-моему, так называется этот прибор, за безумные деньги и понимать, что на этапе литья с этой запчастью уже все хорошо, нежели потом понимать, что ой, а как же ж так получилось. Обратите внимание, все полы, включая литейки, литейные СХ, покрыты несколькими слоями специального лака для того, чтобы было легче делать уборку. Дальше линия по разливу чугуна – 3000 годного литья в год мощностью. Сейчас мы используем примерно на 60%. То есть мы нарабатываем клиентскую базу. Продолжение следует... Литье по газифицируемым моделям, то есть пенополистирол газифицируется и исчезает по факту. Сама технология придумана немцами, то есть берется пенополистирол гранулированный, задувается в форму, под воздействием температуры это все приобретает нужную нам. Потом помещается вот в такой бункер в опоку, засыпается песком, создается условие вакуума и переезжает на линию разлива. Разлив чугуна, температура плавления 1500 градусов примерно, и чугун становится четко по нашей заданной форме. Почему, собственно, про экологичность спрашивали? У нас здесь стоит система фильтрации. В процессе плавки включаются фильтры и высасывают все вредные вещества. Ну, по запаху, да, вообще никакого вредного запаха. Знаете, ребята, мы в 5 минут до суббота в цехе моем полы. То есть история о том, что в цеху моются полы, это вообще, ну, на нас смотрят как на сумасшедшие. Дальше мы едем на территорию завода Трубоком, где происходит холодная обработка металла, изготовление деталей, сборка, упаковка и отправка нашим покупателям. Когда я ехал сюда и думал, что такое завод, я представлял себе нечто огромное, типа нашего СТО, ну, что-то вроде тысячи квадратных метров. Потому что другие мастерские по ремонту турбин, они несколько, ну, совершенно не такие, как эти. Это же огроменный, здоровенный комплекс, который поражает своими объемами и то, чем занимаются парни. Для меня это офигенно здоровое открытие. Я даже... Голос ломается, речь сыпется от увиденного. То есть объем того, что есть у нас в Украине, он очень сильно зашкаливает. Я честно скажу, я не ожидал. И это еще не все, это лишь только первая часть. А сейчас мы едем дальше, где все это дело будут... Потому что здесь на самом деле это только заготовки. Это то, что вот делает некую запчасть. А вот как их собирают в кучу воедино, это делается вообще на другой отдельной территории. А третья территория, обо всем по порядку. Сначала едем на вторую территорию, которая собирает это все. Первое, с чего начнем, столовая для сотрудников. Работает здесь у нас более 300 людей, именно на территории завода Турбаком. И все они приходят в столовую. Первое, второе и компот, четверг, рыбный день, булка. Ну, то есть это все хорошая такая традиция, которую мы соблюдаем. Наши литейщики получают сгущенное молоко. Мы адаптировали историю о обычном молоке. Много социальных проектов. Сейчас у нас есть собственная академия бокса Турбаком, в которой занимается более 50 детей. Один из парней является на данный момент чемпионом Кубка Украины по боксу. Четыре человека входят в сборную Украины. То есть вот мы на территории завода основали собственную детскую академию бокса. Являемся генеральным спонсором сборной Украины по масс-рестлингу. Такая борьба якутская, где между собой атлеты перетягивают палку. На данный момент, благодаря Турбакому в том числе, наша сборная Украины превосходит якутов, которые этим занимаются более 2000 лет. Фирменная фишка Турбакома, когда мы едем на выставку. Сейчас по понятным причинам это немножко сложная история. Это сало от группы компаний. Мы на все выставки привозим сало. И вот у нас здесь на заводе, Made in Plant, есть собственное сало, которое на наших свинках растут. Они у нас тоже особенные кучерявые. Идем смотреть. Это особая такая порода. Волохати свинь. Есть у нас на территории охотничьей собаки. Хобби одного из наших директоров это охота. Сейчас мы идем смотреть в цех станков с ЧПУ. Здесь у нас есть немецкий участок, здесь азиатский есть участок. То есть названо это в честь того, какие станки здесь работают. Есть японцы, есть китайцы, есть немцы. Здесь происходит обработка деталей. Они становятся уже полноценными деталями турбокомпрессора. Здесь производится оснастка для производства деталей турбокомпрессора. И обрабатываются непосредственно детали. Инструмент наших станков это немецкий наш участок. Здесь немцы стоят станки. Сейчас вы увидите, как делается оснастка для производства новой модели турбокомпрессора. Здесь мы делаем сейчас оснастку для литья крышки, турбокомпрессор алюминиевый. Это наш японский участок. Здесь работают японские станки. Здесь мы делаем подшипнички, втулки. Это как на турбокомпрессоры, которые идут на ремонт, так и на новые турбины. Здесь все происходит. И можно увидеть, как это все. Это участок контроля качества. То есть здесь с помощью микрометров проверяется вся наша продукция. Детали мелкие, проходят здесь точные до миллиметра, до сотой происходит процесс ОТК. То есть это отдел контроля качества. Кожную запчастинку, вручную, самостоятельно, брак. А что с этой не так? Ее надо довезти, она чуть туговато. То есть ее надо отправить на дополнительную обработку? Ну да, ее чуть-чуть распространяется. Да чуть-чуть она будет поросла. Это тоже все, что у нас от наших литеек сюда приезжает на обработку. Вот это вот части турбин, это то, что повышает мощность двигателя. Это то, что позволяет малолитражному или большому мотору сделать много мощности. Ну как много? В среднем от 30 до 50% делает прирост турбокомпрессора. И мы сейчас находимся в сердце. Там, где это все делают, там, где это все производят, там, где это все чинят. Именно эти люди знают об этом намного больше, чем кто-либо. Потому что они производят, ремонтируют, они настраивают, продают, поддерживают гарантийный цикл. Много всего. Аж мысли в голове разбегаются, как тараканы от того, чего не могут. Они, вплоть до того, что могут и от какой-то индивидуальной запчасти, которая вообще не касается турбокомпрессора, могут изготовить то, что нужно. Отлить некую баланку. Особенно будет полезно тем, кто занимается, там, ретроавтомобилями или еще чем-то. Все, что угодно, что касается литья, стали, чугуна и алюминия, все парни могут сделать. Очень интересный процесс, когда понимаешь, из чего изготавливается турбина. Вот она начинает делаться. Блин, я бы никогда не подумал, что все делается, грубо говоря, с пенополистирола. А до пенополистирола еще идет очень огромный путь. Такого количества турбин в одном месте я не видел никогда. И каждый цех, в нем отдельные-отдельные деталюки. Вот здесь, грубо говоря, после того, когда оно будет вылито, здесь на вот этих вот здоровенных станках это все убирается, это все чистится. Убираются те заусеницы, которые можно убрать, и потом это становится нормальной, полноценной запчастью. И с этого цеха оно потом пойдет в другую. То есть здесь, на вот этой огроменной площади, обрабатывают лишь только некоторую часть из турбины. Вау! Это участок сборки турбокомпрессоров. Здесь как турбокомпрессоры нашего производства становятся единым целым, так и турбокомпрессоры, которые к нам люди присылают на ремонт, мы их здесь тоже собираем. Живой уголок турбоком. Этот тарантул, он реально живой. А чем вы его кормите? Не давно знаем. Он же стоит, да. Зеленый где-то там ползал. Зеленый, вон. А, он кузнящик живет? Ну, он сейчас просто не голос. Она и птичка. Она сейчас... И мышек тоже. Это еще и она? Да, это девочка. Сейчас мы находимся на складе готовой продукции. Здесь находится наш турбокомпрессор. Более 120 моделей выпускается турбин под торговой маркой Турбоком. У нас на каждом рынке отдельная ценовая политика. И, соответственно, и условия гарантийные обязательства распространяются внутри страны. Это бирка на Республику Беларусь. Это бирка на Казахстан. То есть на каждый рынок у нас собственный цвет бирки. И мы четко понимаем, что эта турбина работает внутри Беларуси или внутри Казахстана. И гарантия распространяется... То есть гарантийный ремонт будет по той бирке, которая на нем. То есть если его турбокомпрессор увезли с Украины, то только здесь, в Украине, мы можем отремонтировать. Это наш склад упаковки. Здесь уже одна из финальных стадий. Именно в таком виде турбокомпрессор едет к нашим клиентам. Это Узбекистан. То есть у нас партия формируется в зависимости от рынка и отправляется потом в логистической компании. Всего в 30 стран мира мы экспортируем свою продукцию. Вот в такой упаковке надежно едет наш турбокомпрессор. Это пятислойный гофрокороб. На нем все отличительные знаки турбоком. Есть QR-код, по которому можно сверить, что это действительно турбина сделана на нашем заводе. На нее распространяется год гарантий. Ехали заснять только ремонт турбин, а здесь столько всего. И станки, и изготовление, и очистительное сооружение, и всякие дополнительные инструменты, и вспомогательные машины. В общем, просто огромнейший завод. Друзья, понятное дело, что если их сравнить с какими-то большими гигантами, а я понимаю, что в сравнении с другими заводами они вообще настолько мизерные, просто мизерные. Но тем не менее, вот этот вот мизер вырос того, что они были в одном небольшом помещении. Выросла вся эта тема до 10 гектаров. Ну, я имею в виду рабочие площади, которые они занимают. У них есть целая куча станков. Я не знаю, сколько у них туда закинуто денег, но не пожлобиться и столько денег засунуть в компанию. Ну, друзья, это не просто там доило в этой компании. Это действительно люди вкладываются в будущее. На данный момент у них работает, если мне не изменяет память, там чуть больше 300 человек на вот этом заводе в Мелитополе. И суть не в том, что это много это или мало. Суть заключается в том, что из нифига была создана вот такая вот компания. Большая она или маленькая, судить вам. Я свои выводы сделал. То есть, полгода назад было снято это видео, оно лежало у нас на полках и все-таки мы решили его выпустить. Потому что вот в очередной раз вот смотрю на вот эту турбинку. Кстати, когда парни мне хотели сосватать, они реально хотели мне подарить вот этот вот люк. Но своего частного дома у меня нету. И мне с этим люком ходить, а это, извините, нифига не 10 копеек, которые можно в карман засунуть. Или если я, допустим, был бы нумизматом, то можно было бы в книжечку, в альбом засунуть для того, чтобы смотрели мои друзья близкие о том, что вон я был там-то. Они мне вместо этого люка подарили вот эту вот турбину. Для нас это наглядное пособие показывать людям, как устроена вообще сама турбина. Да и не только... Короче, вот эту штуку они подарили. Совершенно безвозмездно. За что им отдельное большое спасибо. Друзья, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Ну, а мы пошли, наверное, дальше делать. У нас еще что там? Ауди. Ауди А4. Хороший автомобиль. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok